Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Главный день для волеизъявления по основному закону страны. Как проходило голосование по поправкам Конституции? Неофициальная дата для защитников Отечества. 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Далее расскажем обо всем подробно. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 10,5 миллионов человек. Более 510 тысяч заболевших скончались. Новую вспышку COVID-19 зафиксировали в Казахстане. Это заставило местные власти пойти на ужесточение карантина. Российские вирусологи считают, что пока нет вакцины, а границы закрыты, главная опасность кроется в нелегальных контактах. Поэтому будут применять тактику 3Т. Трафик и закрытие границ, тестинг – максимально широкое тестирование для раннего выявления и трейсинг – отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения. В России коронавирус выявили у 654 тысяч человек. Больше всего заразившихся в Москве и Московской области. За все время от заболевания излечились почти 423 тысячи россиян, а умерли 9,5 тысяч. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Эмилита Вуйнович заявила, что страна идет хорошим путем с точки зрения борьбы с коронавирусом. 64,3% нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. Общее число нижегородцев, которым удалось справиться с болезнью, достигло 11 389 человек. Нижегородская область вошла в пятерку лидеров по числу выписанных за минувшие сутки пациентов. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 17 700 случаев заражения. При этом более 4,5 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении. То есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около полутора тысяч человек лечатся в больницах. В Сарове за последние сутки зафиксировано еще 20 больных. Таким образом, общее количество заражений достигло 540. Справились с болезнью и выздоровели 240 человек. 35 пациентов лечатся в стационарах Сарова и областного центра. В инфекционное отделение клинической больницы госпитализировано 26 горожан. 7 саровчан находятся в Приворском окружном медицинском центре, двое в 23 инфекционной больнице Нижнего Новгорода. Под наблюдением медиков остаются 240 человек. Несколько дней назад в Нижегородской области разрешили открыть летние кафе и веранды. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы спросили у саровчан, посетили они уже кафе и рестораны после снятия ограничений. 77% участников опроса пока не заходили в заведение общепита. 7% респондентов успели насладиться летним меню за столиком веранд. 16% предпочитают домашнюю обстановку и не посещают кафе и рестораны. Явка на электронное голосование в Нижегородской области составила 93%. Всего хотели выразить свое мнение по поправкам Конституции дистанционно 140 тысяч нижегородцев. Остальные голосовали очно с 25 июня по 1 июля. О том, как проходило голосование в основной день в Сарове, смотрите в следующем репортаже. Финальный день голосования по поправкам Конституции на участке номер 1679 не отличался от предшествующих шести. Столпотворений и очередей не было. Избиратели приходили с разницей примерно в 5-7 минут. До входа их досматривали с помощью металлоискателей и проводили санитарную обработку всех посетителей, в том числе и детей. Мы обязательно измеряем температуру, обрабатываем руки, предлагаем готовые комплекты, в которых находится маска, перчатки. После этого избиратель проходит в помещение для голосования. Ему бесконтактно выдается бюллетень, одноразовая ручка. После этого человек может спокойно проголосовать, ручку забирает с собой и покидает помещение через второй выход. С 25 по 30 июня в среднем на участок в ДК «Авангард» приходило по 200 человек ежедневно. По словам Алексея Селиванова, такой растянутый во времени формат голосования позволил соблюсти все меры безопасности. После каждого посещения специальным средством обрабатывались поверхности, к которым прикасался человек. Особое внимание уделили исключению двойного голосования. Те люди, которые подавали заявление на дистанционное голосование, они у нас из книжек вычеркнуты. То есть у нас они проголосовать просто так не могут. А для того, чтобы проголосовать у нас, они обращаются к нам с соответствующим заявлением. Мы подтверждаем эти данные через территориальную избирательную комиссию. Если они нам подтверждают, что человек еще не проголосовал, в этом случае делается соответствующее решение комиссии и человек выдается бюллетень. На избирательном участке оформлен стенд с правовыми документами. Есть там и действующая конституция. На отдельном плакате расписаны предлагаемые изменения. Так что избиратели, перед тем, как поставить отметку в бланке, могли еще раз ознакомиться с поправками. Был мужчина, пришел с утра. Он сказал, что получит бюллетень, но пока не прочитает еще раз, за что он голосует, так как опасается, а вдруг еще что-то было внесено. Он не поставит, не отдаст свой голос. Ольга Рыжих не в первый раз принимает участие в выборах в качестве наблюдателя. Но это голосование особенное. Очень много было выездов на дом, к пенсионерам и тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на участок. Она отметила, что нарушений во время голосования зафиксировано не было. Мы видим, как получает человек бюллетень, как он идет в кабинку голосовать, как он там голосует, конечно, тайное голосование. Затем он опускает в урну и на выходе мы также его видим. Также сыровчане принимали участие в голосовании по выбору территории, которую в 2021 году благоустроят по программе формирования комфортной городской среды. Те, кто еще не принял решение по этому вопросу, могут это сделать через интернет до 6 июля. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. СОРОВ-24. В РФЦ в НЕВ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии правительства Российской Федерации 2019 года в области науки и техники. Награды за разработку и создание новой техники получили 11 работников ядерного центра. Четверо из них – молодые ученые. Вручал дипломы и почетные знаки первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Иван Каменских. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской митрополии обратились к паломникам с просьбой не посещать Дивеево. Как сообщили в пресс-службе епархии, в связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции в селе по-прежнему действует карантин. А значит, въезд на территорию Дивеева невозможен. Также представители митрополии поблагодарили власти региона и медиков за оказание своевременной помощи заболевшим сестрам обители. Все они поправились и возвращаются к своим послушаниям. В Федеральной налоговой службе напоминают, подать заявление на получение субсидий за апрель и май необходимо до 2 июля включительно. Проверить, имеет ли компания и индивидуальный предприниматель право на помощь от государства в связи с эпидемией коронавируса, можно на официальном сайте ФНС России. Для этого достаточно ввести ИНН налогоплательщика. Заявление можно направлять через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по почте. Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал об особенностях курортного сезона на полуострове. По его словам, до недавнего времени приезжающие в санаторий должны были кроме санаторно-курортной карты предоставлять справку об отсутствии COVID-19. Теперь справка не нужна. Также не требуется обязательное еженедельное тестирование на коронавирус для персонала. В то же время сохраняется обязательная термометрия и для сотрудников, и для отдыхающих. Продолжая действовать масочный режим в общественных местах, также необходимо соблюдать социальную дистанцию. В официальных документах этого праздника нет. Создать День ветеранов боевых действий в России решили общественные организации. Впервые об учреждении даты заговорили в конце 2008 года. А через несколько месяцев, уже в 2009-м, общественники по стране объединились и решили устроить в своих городах сход ветеранов. Даты выбрали 1 июля. Это праздник всех, кто воевал за Россию и отставил с оружием в руках геополитические интересы Родины. На груди Расима Аибова блестит орден мужества. Его ему вручили за смелость и отвагу, которые мужчина проявил в Чечне. К ордену Расим относится спокойно. Говорит, что служил не ради награды. Ну просто орден. Ну да, конечно, он не каждому и не всем дают, но, понимаете, ну не знаю, у меня нет какого-то к нему особого такого трепетного сильного отношения, потому что, ну, там, поверьте мне, очень много людей, которые даже больше достойны этих наград. Расим закончил Саратовское военное училище. По распределению приехал в наш город. После года службы в 2001 году его отправили в командировку в горячую точку на 4 месяца. В июне 2001 года при возвращении с ночной разведки попали в засаду. Ну, собственно, классическое, в основном, ранение, которое часто можно было бы получить. Это вот как раз, когда подали в засаду. То есть подорвались на фугасе, стреляли нас. Вот. Собственно, служба там закончилась после этого. После ранения Расима отправили в госпиталь, сделали протезирование руки, и мужчина вернулся на службу в Саров. После работал в сфере ЖКХ, а сегодня юрист межрегионального управления и ведомственной охраны. Орден мужества на груди носит еще один ветеран боевых действий Дмитрий Шитухин. В 19 лет призвали в Таманскую дивизию в Подмосковье. В сентябре 1999-го приехал в Чечню. В Аргунском ущелье при головной дозор колонны попали в засаду, был ранен. Дмитрия ранили в бок. Одну пулю смогли вытащить сразу, а вот вторую достать не удалось. В моменты досмотра в аэропорту или на ЖД-вокзале металлоискатели реагируют на нее. И Дмитрию приходится предъявлять медицинскую справку. Всего в Сарове около 500 ветеранов боевых действий. Это люди, которые воевали на фронтах Великой Отечественной в Чечне и Афганистане. 1 июля – их общий праздник. В этот день нет митингов и не звучат торжественные речи. Но для тех, кто прошел через войну, это еще один повод вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Измерение температуры, дезинфекция помещений и средства индивидуальной защиты. 29 и 30 июня в стране прошли пробные экзамены. По сути, это была репетиция того, как будет проводиться ЕГЭ в условиях пандемии. Алгоритм отрабатывали только организаторы и наблюдатели без школьников. Наша съемочная группа узнала, как будут защищать здоровье выпускников на экзаменах в Сарове. Пункты проведения экзаменов в этом году проверяют в большей степени на соблюдении мер эпидемиологической предосторожности. Бесконтактный термометр, маски, перчатки, антисептики на входе – неотъемлемые атрибуты. При этом ношение средств защиты будет обязательным только для организаторов. Я подчеркиваю, что это требует необязательно по отношению к детям. Все наши аудитории оснащены бактерицидным оборудованием. Это либо рециркуляторы, либо бактерицидные лампы. Соответственно, питьевой режим усилен будет, потому что помимо того, что мы просим участников приносить с собой бутылки воды, а понимая, что жара и бутылки воды может реально не хватить, во всех пунктах проведения экзамена установлены кулеры, одноразовые стаканчики. У входа в учебное учреждение и в аудитории сотрудники сделали разметку для соблюдения социальной дистанции. Привозить выпускников на экзамен будут строго по графику, чтобы избежать массового скопления. Эти графики уже направлены в школы, и школы прибывают в соответствии с этим графиком. Произведен расчет прибытия, сколько времени тратится на заход одного участника. Особое внимание к стерильности помещения. Все поверхности будут протирать дезинфицирующим раствором. В кабинетах будут проводить обработку с помощью рециркуляторов до и после экзамена. Численность участников в аудитории сократилась. У нас есть аудитории, где численность участников максимально 9 человек, и есть аудитории, где численность участников 4 человека. Специально оборудованы места, где для участников экзамена предусмотрены одноразовые маски, перчатки и средства дезинфекции. И участники могут этим пользоваться и в ходе самого экзамена. Заданий, времени на их выполнение и оформление бланков изменения не коснулись. Наблюдателей стало больше, но в аудиториях они присутствовать не будут. Задействован в наблюдении за участниками искусственный интеллект, который все нестандартные ситуации, возникающиеся во время проведения экзамена, фиксирует, а дальше уже модератор, конкретный человек, принимает решение, допущено нарушение процедуры или нет. Что касается общественных наблюдателей, в этом году они не могут заходить в аудитории, они у нас будут, их даже больше, чем в прошлом году, но они будут находиться либо в штабе, либо в рекреациях. Основные сроки сдачи экзаменов с 3 по 23 июля, с 24 по 28 – резервные дни. Дополнительный период проведут с 3 по 8 августа. Все результаты выпускники узнают не позднее 17 августа. Подать документы в ВУЗы абитуриенты могут уже сейчас. Результаты ЕГЭ автоматически загрузятся в федеральную базу, в которой организатор приемной комиссии может узнать необходимую информацию. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Пруд Боровой готов к купальному сезону. По крайней мере, дно и прибрежная зона очищены от мусора. В начале июня экологическую акцию по очистке этого водоема провели участники Саровского спортивного клуба подводной охоты «Тритон». Мужчины подняли со дна пруда несколько мешков мусора, а также бревна и коряги. Подробности в следующем репортаже. Участники спортивного клуба «Тритон» чистили дно пруда Борового 3 недели назад. Тогда еще никто не знал о сроках начала купального сезона, но для мужчин было важно подготовить водоем к приходу саровчан. А так как летом на Боровом купается очень много детей, то забота об их здоровье была приоритетной. Мы ограничиваемся и городом. Также берем под контроль реки, прилегающие к Сарову. По согласованию с администрацией, в частности, города или других муниципальных образований, мы выезжаем, контролируем, чтобы браконьеры не ставили сети, очищаем водоемы. Акции по очистке водоемов от прибрежного и подводного мусора стали уже регулярными. Два раза в год перед открытием купального сезона и после его завершения участники клуба «Тритон» обследуют дно городских водоемов. Мы чистим заходы в воду, где люди, купающиеся, отдыхают. Если, например, МЧС, как мне известно, они чистят на глубине полутора метров и удаль на метрах пять. Мы стараемся охватить более объемные территории. На кадрах любительской съемки видно, что спортсмены клуба обследовали дно и в районе плотины. Вытаскивали оттуда бревна, пни. Для удобства транспортировки приходилось распиливать их прямо в воде. Мусора, конечно, много. Собираем очень много мешков. Около 20-15 мешков. Хочу призвать людей, чтобы не мусорили, следили за собой. Оставляли мусор в контейнерах. Со дна поднимают не только природный мусор, но и то, что в водоемы накидали люди. Пластик, полиэтиленовые пакеты, консервные банки, проволоку и самое опасное – разбитые стеклянные бутылки. Помогают спортсменам в очистке водоемов их родственники и друзья. Они собирают мусор по берегам и принимают находки от тех, кто нырял за ним на глубину. Присоединиться к экологическим акциям Тритона и помочь сделать город чище может любой желающий. На странице клуба в социальные сети ВКонтакте сообщают о ближайших проектах. Елена Грицкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.